Вся достоверная и последняя информация по заболевшим коронавирусом в Караганде у нашего корреспондента Марины Золотаревой. Она сейчас с нами на прямой связи и готова рассказать о том, как чувствуют себя пациенты и какие профилактические меры сейчас принимают в регионе. Марина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Жанна. К сожалению, два случая COVID-19 у нас подтвердились. Оба завозны. Известно, что заболевшие жители, это казахстанцы, они вернулись из Франции, это мужчина и женщина средних лет. Сейчас они находятся в боксированном отделении, все контактные и изолированы. С нами на прямой связи руководитель управления здравоохранения Иржан Нурлыбаев. Мы сейчас зададим ему вопросы. Иржан Шакирович, скажите, как чувствуют себя заболевшие? Стоит ли опасаться за их здоровье? Самочувствие их удовлетворительное. Они находятся у нас сейчас в инфекционной больнице, в отделенных боксированных палатах. Все необходимое для проведения лечения у нас есть. Они находятся под медицинским наблюдением. Какие-то симптомы у них уже проявляются? У них, они являются вирусоносителями. То есть, находясь в карантинном госпитале, в обязательном порядке у них были взяты анализы. Мы получили вирусологические исследования, подтверждение наличия у них коронавируса. Скажите, вот сейчас много панических настроений. Есть ли чего опасаться карагандинцам, как их госпитализировали из аэропорта? 18 числа в аэропорту Караганды совершил посадку рейс Минск-Нур-Султан. По объективным причинам он совершил посадку в Караганде. И для их транспортировки и госпитализации были приняты все необходимые меры. Они не покидали салон самолета, обследование, их осмотр и общение с погранслужбами происходило в салоне самолета. Потом сразу с трапа самолета их посадили в автобусы и организованно транспортировали по месту карантинного госпиталя. Там было проведено разделение с учетом вероятности, с учетом прибытия их из различных стран. Поэтому они ни с кем из города не контактировали. Были приняты все меры безопасности для того, чтобы они были своевременно изолированы. Известно, что у нас развернуто уже почти 2500 коек разной направленности. Если вдруг число заболевших будет расти, как будете действовать? У нас есть резервный план и при необходимости изоляции у нас есть достаточно площадей и помещений для того, чтобы наших граждан поместить на карантин. Насколько готов регион к борьбе с вирусом? Не первый месяц мы готовимся, поэтому уровень готовности достаточно высокий. Мы получаем необходимые рекомендации со стороны Министерства здравоохранения. С областного бюджета выделено 2,6 миллиарда тенге для проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Скажите, планируют ли закрывать Караганду на карантин? На сегодняшний день таких предпосылок нет. И пить ситуация, обстановка в Караганде стабильная. Спасибо, Иржан Шакирович. Мы продолжим. Я напомню, что с вами был руководитель управления здравоохранения. Отмечу, что в Карагандинской области предпринимаются все необходимые меры. Уже раз в день проходит санобработка общественных мест. Также перешли магазины продуктовые на ДЕС-режим. И с сегодняшнего дня непродовольственные отделы и рынки прекращают свою работу. И еще раз хочу напомнить, что на карантин Караганду закрывать пока не планируют. У меня вся информация к этому часу, Жанна. Спасибо, коллега. Напомню, Марина Золотарева была с нами на прямой связи.